Она похожа на тебя, Михримах. Будет такой же красивой, как и ты, иншалла. Главное не красота, а счастливая судьба. Аминь. Я помню твою свадьбу. Ты была самой красивой невестой на свете. И несчастной. Это всё осталось далеко в прошлом. Перед тобой другая, Михримах, брат. И прежнюю уже не вернуть. Я могу тебя понять, сестра. Мне знакомо это чувство. К сожалению, не мы изменяем жизнь, а жизнь нас. Простите, шах Заде, я не ожидал, что вы сегодня посетите нас. Я хотел навестить свою сестру и племянницу. Надеюсь, вы не против? Ну что вы. Для нас ваш визит — большая честь. Мирджанага, узнаю повелителя, он может меня принять. Как прикажете, госпожа. Да. Повелитель. Мохиды Врансултан Хазретлири пришла. Пусть войдет. Пусть войдет. Повелитель. Здравствуй, Мохиды Врансултан. Проходи. Добро пожаловать, как ты? Я расстроена. Когда грозит ссылка её ребёнку, ни одна мать не будет спокойна. Меня радует, что ты должен остаться в столице, а не отправишься в поход. Я буду под твоей защитой. В связи с последними событиями, я лучше останусь в Стамбуле, а не в поход пойду. И мне тоже о жене не придется беспокоиться, раз вы будете рядом с ней. Как такое возможно? Я знаю, что за этим решением стоишь ты, Паша. Простите, Шахзаде, но я не понимаю, о чём вы говорите. Посла ко мне направил ты. А потом своей клеветой настроил против меня государя. Разве не так? Что вы, Шахзаде? Для меня просто недопустимо строить интриги у вас за спиной. Кто бы что ни сказал, вся эта ложь. Не стоит хитрить, Лстэм. Теперь ты связан с династией Османов, так что думай, чьи интересы тебе ближе. Шахзаде... Ты сказал достаточно, Паша. Передай тем, кому ты служишь. Пусть не думают, что смогут избежать кары за свои деяния. Он только огорчает, Харидин Паша. Я горд тем, что ты меня поддерживаешь, но мне от этого очень тревожно. Что вы имеете в виду? Ты можешь навлечь на себя гнев повелителя. Я этого не желаю. Чему быть того нельзя миновать? Прими своё будущее душой и сердцем. Разбив кувшин с вином, выброси кубок. А и держись. Не устоишь на ногах, если потеряешь голову. Султан Сулейман Канказрет Лири! Харидин Паша. Да, повелитель. Как идут приготовления к походу? Надеюсь, затруднений нет? Слава Аллаху, подготовка почти закончена. И Мехмед Паша сообщает, что через несколько дней достигнет Будды. Хорошо, хорошо. Ты думай, с кем и о чём говоришь, Паша. Меньше старайся обсуждать наследника этого трона. До меня доходит каждое твоё слово. Слава Аллаху, мне нечего от вас скрывать, повелитель. Безусловно, нашлись сплетники, которые стали утверждать, будто Шихзаде Мустафа впал в немилость. Я дёрнул этих болтунов. Запретил. Вести бессмысленные речи о сыне, властителе мира. Да будет ваша война священной, а саблеострый, повелитель. Аминь. Столицу поручаю тебе, Мустафа. Да поможет тебе Аллах. И вам, повелитель. Слава Аллаху. Немедленно отправляйся в путь, Ихья. Догони Хюрем Султана, привези во дворец. Как прикажете, Шихзаде. Только захочет ли госпожа вернуться? Надо будет, привезёшь её силой. Что мне сказать повелителю, если с ней что-то случится? Шихзаде. Шихзаде, простите за беспокойство. Михримах, я только что узнал. Селим заболел. Он уже несколько дней лежит в постели. Никто не знает, что с ним. Мама с главным лекарем к нему уехала. Я всё понимаю, Михримах. И чтобы не потребовалось, я всё сделаю для брата. Но отошли Джалы, Хюрем Султан должен вернуть. Нет, Шихзаде, я умоляю вас. Мама успокоится, только увидев сына. Селим позвал её, значит, она ему нужна. Вы знаете, как он к ней привязан. Кроме матери, ему никто не сможет помочь. Он поправится, если она будет рядом. Прошу, успокойся. Селим выздоровеет. Иншаллах, скоро придут добрые вести. Успокойся. Мама, скажите мне правду. Вы как-то связаны с тем, что произошло. Я даже не знала ни о чём. От тебя только что услышала об этом. Матушка, вы не могли этого не знать. Кого вы прикрываете? Шах Султан, Хатидже Султан? Кого? Поверь, мне нечего тебе сказать. У Хюрем здесь очень много врагов. Хотя бы посмотри на меня. Может, она поплатилась за свою подлость? Давно надо было покончить с этой змеёй. Значит, всё-таки покончили со змеёй? А при том, она столько дней не появляется. Что ещё может быть? Повелитель о том же спросит, что я должен сказать ему. Меня сняли с поста в Манисе. Теперь это происшествие. Отец станет меня винить. Но она тебе даже не сказала об отъезде. Однако, разве мать можно остановить, если у неё болен сын? Да и ты сразу Повелителю послал сообщение. Да. Шех Заде, госпожа. Нашлы Джаллы, выяснил что-нибудь? К поискам приступили, но мне пока нечего сказать. Надеюсь, на дороге в Конью обнаружить след. Может, найдутся очевидцы. Не теряй ни минуты, Ехья. Повелитель уже на пути в столицу. Хюрем Султан до его приезда необходимо найти. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лири! Повелитель, добро пожаловать в столицу. Приветствую тебя, Мастафа. Пойдём, не будем заставлять женщин ждать. Повелитель, нам нужно поговорить. Это срочно. В чем дело, Мастафа? Что такого срочного может быть? Повелитель, как вам известно, Хюрем Султан отправилась в Конью. С Селимом что-то? Нет, Селим в полном здравии. Однако, мы получили от него весть на днях. Госпожа в Конью так и не прибыла. Как это не прибыла? Неизвестно. Мы уже много дней её безрезультатно ищем. Хюрем Султан получила письмо и отправилась в путь. Она пропала. Султан Сулейман Хан Хазритляри! Афиф Эхатун. Увиди Джихан Гира. Всем выйти. Мастафа мне только что сообщил, что Хюрем Султан отправилась в Конью и по дороге бесследно пропала. Повелитель, мы все этим весьма огорчены. Но поиски продолжаются. Будем надеяться, её найдут. Это неправда, что все огорчены, Повелитель. Кое-кто счастлив. Ведь они заманили маму в ловушку. И уверяю вас, те, кто так оскорбил её, стоят перед вами. Я хочу знать, что здесь происходило. Микримак, говори. Они воспользовались вашим отсутствием, Повелитель. Написали письмо от имени Селима о его болезни. Мама, как прочла, сразу бросилась в дорогу. Шахзаде пытался её вернуть, Повелитель. Однако, Микримак Султан решила помешать этому. Да, верно. Но я не подозревала, что вы подстроили ей засаду. Продолжай. Две или три недели спустя мы получили письмо от Селима. Я волновалась за маму и отправила ему весть. Он прислал мне ответ. Селим вовсе не был болен. И мама к нему не приезжала. Кто, Микримак? Кто с мамой так обошёлся? Известно, кому очень хотелось ей навредить. Нашим госпожам. Это очень серьёзное обвинение, Микримах. Надеюсь, ты сможешь представить доказательства. Вспомните всё, что было в прошлом, госпожа. Надо что-то доказывать? Микримах, оставь нас. И ты, Мехмед. Микримах, султан в последние дни очень переживает, повелитель. Её обвинения продиктованы болью и гневом. Я сам способен понять, правду ли она говорит. Единственное, что сейчас важно, это чтобы Херем вернулась. А пока она не нашлась, вы все виновны в моих глазах. Особенно ты, Мустафа. Я доверил тебе заботу о Гареме. Так-то ты выполняешь мои поручения. Повелитель, я не могу признать свою вину. Госпожа уехала неожиданно, я даже не знал. Ты обязан был обеспечить её безопасность или искать её? Повелитель, я принял все возможные меры. Сразу объявил поиски. Но всё это было бесполезно. Речь идёт о жене Падишаха, Мустафа. Херем, моя жена. Мать моих пятерых детей. Как она могла пропасть? Вокруг столько охраны, стражники, служанки, которые обязаны постоянно находиться с госпожой. Думаешь, что я в похищение поверю? Ни один мой враг не пойдёт на такое. Он просто не смелится. Только если мои враги не рядом со мной. Адиджи. Мохидовран. Мне известны ваши дела в прошлом. Если вы хоть как-то причастны и к тому, что случилось, я вам клянусь, вы заплатите за это жизнями. Повелитель. А может, Херем сейчас где-то прячется и ждёт вас, чтобы вернуться? А потом, как и Михримах, объявит, что это мы виноваты во всём. О чём ты говоришь? Кажется, все уверены, что мы подстроили ловушку Хюрем. А что, если напротив? А может, это Хюрем устроила нам ловушку и обманула всех? Мне надоело молчать! Из-за Хюрем меня постоянно обвиняют в чём-то. Если бы я могла, то своими руками её придушила бы. У меня на то достаточно причин. Однако я всё терпела от этой змеи. Я не знаю, что с ней произошло, и мне нет дела до того. Но прячется ли она или её прячут? Умерла ли, жива ли, вернётся ли? Не хочу об этом знать. Нужна жертва. Тогда вы меня казните, Повелитель. Чтоб, наконец, покончить со всем. Уходи. Все уходите. Эти тоже. Оставьте меня. Балибей, Рустем Паша. Повелитель ожидает вас у себя. Шик Заде. Если с моей мамой что-то случилось, ты будешь за это в ответе. Что ты говоришь, Мехмед? Думаешь, я виноват в том, что произошло? Тебя отослали из Манисы. Ты, как и все, обвинил в этом маму. Будто она это устроила. И удивительное совпадение. Внезапно она похищена. Замолчи, Мехмед. Ты не смеешь так со мной говорить. Шик Заде, я прошу вас. Какой позор. Не ожидал, что услышу такое от своего брата. Зачем нас вызывает Балибей? Началось расследование. Вас вызывают во дворец для допроса. Что это еще за допрос? Мы не обязаны. Приказы повелителя не подлежат обсуждению, госпожа. Вы обязаны немедленно поехать во дворец. Паша, вы на чьей стороне? Хюсреф Паша прав. Мы не можем ослушаться приказа. Не поехать означает прилюдно признать свою вину. Виновными нас уже считают, Мустафа. Ты только взгляд повелителя вспомни. Взгляд Мехмеда. Мехримах. Мама, а чего вы ждете? Пропала супруга могущественного султана. Конечно, будут искать виновных. Эта история темным пятном ляжет на нашу честь. И не будет покоя, пока не накажут виновного. Будто до сегодняшнего дня мы жили в покое. Ну что же. Хюрем нет. О таком покое я могла лишь мечтать. Как наш повелитель, Мирджан. Лишь Аллах ведает, что у него на душе. Я не знаю об этом. Господин весь день не покидал покоев. Никто не избежит кары Всевышнего Создателя. Рано или поздно каждого ждет расплата за содеянную. Госпожа моя, я предлагаю вам отправиться домой. Нас ждет тяжелый день. Поезжайте, Паша. Мне нужно собрать все необходимое. Думаю, это займет несколько дней. Шех Заде, госпожа. Можно ли нам увидеть повелителя? Нет, госпожа. Балибэй ожидает вас в своих покоях. А наш повелитель где? Он не покидал гарем. Всю ночь провел в комнате хюрем-султана. Это столь печально. Матушка. Пока вы ведете себя подобным образом, мне не снять с себя подозрений, поймите. Кроме того, повелитель действительно страдает. Мы должны быть рядом и оказать ему поддержку, а не радоваться его беде. Ты рассуждаешь так, будто забыл, каково было нам. Сколько всего выпало на долю мне и тебе. Сколько горя причинило нам хюрем. И я мечтала, чтобы она исчезла из моей жизни и не причиняла страданий нам. И пусть подозревают меня в чем угодно. Идем. Балибэй изъявил желание встретиться отдельно с каждым. Шех Заде. Это все, что я знаю, Малко Чегло. Все это я уже рассказал повелителю. Шех Заде, я задам еще один вопрос. Хюрем-султан, вы испытывали личную неприязнь, не так ли? В гареме не ко всем я испытываю нежность. Я слышал, шех Заде, что Хюрем-султана вы повздорили незадолго до ее исчезновения. Из-за чего у вас произошел конфликт? Чтобы содержать армию, мне потребовалось урезать расходы гарема. Хюрем-султан не понравилось, что я смею принимать такие решения без ее ведома. Между вами были еще разногласия? Нет. Говорят, вы считаете Хюрем-султан причастный к вашему назначению в Амасью. Это правда? Мне нет дела до глупых сплетен, Малко Чеглу. Тебе хорошо известно, кто из шех Заде в какой санджак будет назначен, решает только повелитель. Ваша мать, Махидевран-султан, как известно, так не считает, шех Заде. Она сама сказала повелителю, что Хюрем-султан стоит за этим. В отсутствие повелителя, она неоднократно ссорилась с Хюрем-султан. Стычки между Хюрем-султан и матерью ни для кого не новость. Но случись что-то серьезное, я бы знал. Михримах-султан считает, что похищение организовано кем-то из близких султана. Думаете, это возможно? Не допускаю даже мысли об этом. Я понимаю. Но хотя же султан уже пыталась убить Хюрем-султан в прошлом, я полагаю, это весьма вероятно. Я допросил всех тогда, и даже собственную сестру и мать Малко Чеглу. И я выдал бы преступника, не посмотрев на то, кем он является. Будь это ваша матушка, вы бы ее выдали, или же продолжали бы защищать? Что это значит? Чтобы обвинить госпожу, всякие домыслы не могут служить основанием Малко Чеглу. Конечно, Шахзада. Я только пытаюсь найти хоть что-то. Шахзада, повелитель приказал не покидать столицу, пока следствие не подошло к концу. В голове не укладывается. Как могла мама просто взять и исчезнуть? Не волнуйтесь, Шахзада. Всемогущий Аллах поможет ее найти. Иншалла, Ильяс. Кто бы мог подумать, что я буду подвергнут допросу по подозрению в подобном? Мне тоже приходится нелегко, Шахзада. Рустем ждет лишь удобного случая, чтобы от меня избавиться. Рустем теперь никто. Когда не стало Хюрем-султан, ему следует опасаться за свою жизнь. Шахзада, мне кажется, вам не следует оставаться во дворце. Здесь может быть небезопасно. Если я не в безопасности во дворце своего отца, то мне все равно, что будет с этим бренным миром. Шахзада, я хотел бы поговорить. Те слова вырвались из груди полной гори и боли, брат. Я и не думал тебя огорчить. Чем я так обидел тебя, Мехмед, что ты мог так думать обо мне? Во время похода я попросил повелителя, чтобы он отправил меня в другой Сан-Джак. Поверь, я думаю, что это несправедливо по отношению к тебе. Я и повелителю сказал об этом. Я даже тебе говорил об этом. Однако ты меня не стал слушать, а вел себя, как будто это я во всем виноват. Но я же сказал, что ты здесь ни при чем. Но я знал, каково тебе. В твоих глазах я видел только боль. А вскоре начались и всякие разговоры. Я своими ушами слышал, что в походе говорят воины об этом. Что это несправедливо. И что ты зря пострадал. Ведь они даже не думали обо мне. Впрочем, как и всегда. Я же знаю это. Ехьябей, я о вас много слышал. Очень рад познакомиться с таким поэтом. А кто ты сам? Меня зовут Ильяс. Я служу в двадцать первой роте корпуса Янычар. Шикзаде Хазретлири оказал мне честь, позволив сопровождать его. Моё сердце не на месте. Поверь, все мои мысли лишь только о тебе, брат. И о моей маме. Это так тяжело. Я знаю, брат. Знаю. Повелитель. Балибей, что происходит? Дюсьгюнага вернулся. Он покажет нам место нападения. Возьмите меня с собой. Шикзаде, вам будет лучше остаться здесь. Вам тоже, Шикзаде. А что говорит этот человек? Что с моей мамой? Как мы и предполагали, Шикзаде, на неё напали. Больше нам ничего неизвестно. Идём. Повелитель уехал прошлой ночью, Джихангир. Надеюсь, он вернётся вместе с мамой. А я много раз видел это. Только в своих снах. Она вернётся. Она жива. Джихангир, надеюсь. Но отец всего лишь поехал туда, где маму видели в последний раз. Он сразу может её и не найти. Дюзгюнага вернулся. Где он? Нихримах, успокойся. Я просто хочу знать, Мехмед, где моя мама? Нам самим неизвестно почти ничего. Ночью Дюзгюн уехал вместе с повелителем. Нам остаётся лишь молиться, чтобы её нашли. Да поможет нам Аллах. Шехзаде, Дюзгюнага сказал вам, где Хюрем? Мне об этом ничего неизвестно, госпожа. А что, госпожа? Почему вы так волнуетесь? Боитесь того, что он рассказать может? Когда же ты успокоишься, Мехримах? Мне лишь хочется помочь вам. Да неужели? Мехримах. Простите, Шехзаде, но я не могу больше сдерживаться. Мехримах, я понимаю. Иншаллах, всё образуется. Мехримах, пообещай мне, что бы ни произошло, какую бы весть ни привезли, ты не совершишь глупостей и будешь сильной. Конечно. У тебя есть твои братья и дочь, и они нуждаются в тебе сейчас больше, чем когда бы ты ни была. И повелитель тоже. Обещай быть сильной и мудрой. Конечно. Моя мама вернётся, я знаю. Мехримах. Ты так ве naём? Мехам. Шехзаде. Известие о том, что вы отослали охрану, меня испугало. Шехзаде, Рустем, словно голодная гиена, повсюду на вас охотится. Рядом все время должен кто-то быть. Что нового? Хазыр Харидин Паша написал, что собирается вас навестить. Не стоит ему приезжать. Расплата за визит ко мне очень велика. Шехзаде, если вы будете продолжать вести себя таким образом, то можете потерять всех, кто вас поддерживает. А чья поддержка мне нужна, когда я потерял и брата, и отца? Шехзаде, полно вам. Ты однажды сказал мне, помнишь? Если бы повелитель от вас отвернулся, вас бы не назначили управлять самым важным санджаком. Шехзаде. Амасья, мне не санджак-то шлэджелы. Она стала мне тюрьмой. Пока шанс. Есть хоть у тебя. Уезжай, тебя ждет блестящее будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА